Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет распаковка вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 посылок. Это посылки, которые я заказывал еще в феврале и они вот только начали приходить в марте. Даже я некоторые посылки из этих заказывал еще в январе. В связи с коронавирусом они медленно шли и только вот дошли. Сегодня у нас будет просто распаковка, но если вам что-то понравилось из тех вещей, которые мы сегодня распакуем, вы можете написать в комментариях. Я дополнительное видео о нем сниму, об этой вещи. Немного раздвинул и теперь давайте посмотрим, что же к нам поприходило. Один из пакетов я уже немножко порвал. Это бритва HN. Давайте посмотрим на нее. По-моему, это либо с Алиэкспресса, либо с Бангуда. Я купил обычную версию и про-версию. Про-версию попросил у меня друг. Обычная вот пришла. Так, давайте посмотрим. То есть в обычной коробке такой серой и здесь у нас уже пришла вот в такой коробке бритва HN. Опять же, если вам интересно посмотреть на нее или чтобы я свой отзыв о этой бритве или детальный обзор снял про нее, то вы можете смело написать в комментарии и я уже в будущем сделаю отдельное видео и расскажу про эту бритву. Ну а сейчас давайте просто распакуем, посмотрим, как это все выглядит. Так, что-то выпало сразу. Выпал кабелечек. Обычный сяомишный кабелек. Щеточка для очистки. Все находится вместе здесь. Далее, инструкция. Инструкция на китайском языке. Нет английского. Нет, все на китайском. Снизу больше ничего. И сама бритва. Бритва выглядит очень стильно. Очень круто. То есть первое впечатление мне нравится. Вот здесь есть у нас с обратной стороны специальный для подбрития висков. Так, чик. И сразу работает загорелся индикатор. Индикатор. И давайте посмотрим, что же у нас под крышечкой. Смотрите, круто все. Я смотрю и очень круто все сделаю. Она, кстати, легкая. Заряжается от Type-C. И... Ну, круто работает. И смотрите, для того, чтобы открыть эту, вот здесь кнопка нажимается. И мы вот так открыли, высыпали все, что нам нужно. Почистили или промыли. И закрыли. Отличная вообще вещь. Нравится мне. Но мы поехали дальше. Повторюсь, если интересен мой отзыв о данной бритве, вы можете написать в комментариях, и я отдельное видео про это сниму. Сегодня же у нас просто распаковка, что нам поприходило. Поехали дальше. Далее давайте поменьше пакетик возьмем. Что здесь у нас, я пока не знаю. Так, записка Dear Customer. Больше в пакете ничего нету. Так. Тем-тем, поставьте 5 звезд. Мы будем просто безумно счастливы. Если вы это сделаете. Так, и смотрим. Это обычный USB Wi-Fi адаптер. Это Wi-Fi адаптер на 650 мегабит в секунду. Давайте распакуем, посмотрим. Идет у нас даже диск с драйверами. Очень давно я не видел, чтобы в адаптеры ложили диски с драйверами. Обычно их нужно искать. Инструкция на английском есть. Все круто. По-моему, в районе 4 долларов этот адаптер стоил. Выглядит он вот так минимально. Ком-фаст. По-моему, отзывы хорошие. Поэтому я думаю, что все с ним будет отлично. Так вот выглядит. Поехали дальше. Здесь что у нас? Здесь зарядка. Эта зарядку попросил у меня купить друг. Вот в таком пакете она идет. Это компания ROG. Давайте посмотрим на зарядку. 2,1 А. Пластик вроде неплохой. Сверху вот у нас наклейка. Но я ее обдирать не буду, потому что это друг попросил купить ему. Здесь у нас на выходе должно быть 3 А. 5 Вольт 3 А. 9 Вольт 2,4 А. Или 12 Вольт 1,5 А. Выглядит все вроде неплохо. Один порт как будто затолкнут внутрь. Ну и давайте проверим. Я так до сих пор нагрузку и не купил. Поэтому давайте проверим. Так. Пошел 1 А. Первый порт почему-то не захотел у нас изначально работать. Тоже 1 А. Ну и давайте попробуем через другую. Что у нас здесь показывает. 1 А показывает. 4,73 Вольта. 1,05 А. Ну просто Powerbank у нас заражается на 1 А. У меня нету, чтобы че на чем проверить, чтобы больше подавало ему потребление, чтобы больше было. Поэтому проверяем так. В общем, работать здесь вот 1,36 дает. Это на каком? На 2,4 А. 1,36 выдают. В общем, рабочий такой вариант. Дешевый, по-моему, 2 доллара всего стоит. Своих денег стоит. То есть 50 гривен, 2 доллара. А ожидать чего-то большего от этого не стоит. Что это? А-а-а, я вспомнил. Почему я не сразу вспомнил, что это такое? Это друг заказывал. Это для парковки датчики задние, которые устанавливаются назад в автомобиле для того, чтобы парковаться. Это очень дешевый набор. Ссылка будет в описании. Есть сверло для того, чтобы сверлить в бампере отверстие для этих датчиков. И давайте все посмотрим. Что у нас здесь есть? Есть наклейки. Это, я так понимаю, наклейка для самого пульта. Так, где он тут у нас? Вот, сам индикатор, который будет отображать. Сколько у нас чего осталось. Давайте на него посмотрим. Вот здесь он будет отображать, да, и расстояние, сколько осталось. Для него наклейка, чтобы его куда-то приклеить в автомобиле. Вторая побольше наклейка, это, я так понимаю, клеится сюда база, то есть мозги. И сами датчики выглядят вот так. Все сделано довольно-таки неплохо. Давайте посмотрим, есть инструкция. Инструкция на каком языке. Так, здесь картинка на английском языке. Ну, отлично вообще. Я не ожидал, что будет на английском. Очень дешевый набор. Надеюсь, все у него будет работать. Следующее. А, бокс для витамин. Смотрите. Жена занимается айгербом. Или ахербом. В общем, смотрите, какие прикольные лоточки для витамин. Здесь такая вот резинка вставленная, которая выталкивает крышечку. То есть мы можем, положили витаминку, защелкнули. И когда нам нужно какую-то витаминку достать, открыли, высыпали или взяли. Прикольная такая коробочка. Я почему-то думал, что она будет более компактная, более маленькая. Но здесь довольно-таки большая. И сюда поместится довольно-таки достаточное количество витамин или лекарств. Давайте попробуем что-нибудь положить туда. Вот, довольно-таки большое количество витамин сюда поместится. Если вам там комплексные, надо пить комплексом витаминки. То есть за каждый день можно разложить, сразу приготовить раз в неделю. И потом не париться, а просто открывать и принимать то, что вам необходимо. Прикольная штука. Мне очень понравилась. Качество очень классное. Мне действительно очень хорошее качество. Пластика. И даже не заусенок никаких, ничего. То есть все очень, очень сделано хорошо. Далее. Вот и по ссылке я знаю, что здесь находится. Здесь находится камера для автомобиля. То есть ДВР камера 70май. Покупал я ее за 23 доллара по акции. Была недавно акция 70май. И они распродавали. Я решил, что за 23 доллара это прям, ну, отличное будет приобретение. Тем более, что я уже покупал. У нас уже есть где-то распаковки их. У меня мать пользуется, друг ими пользуется. И отличная просто бомбовая камера. Давайте я распакую. Интересна она тем, что она дешевая. Дешевая и ее не страшно оставить в автомобиле. Ну, если у вас воруют камеры, ну, вообще залазят в автомобиль, то ее можно приклеить на стекло. И как бы оставить ее, она не такая приглядная для воришек. Потому что у меня недавно украли камеру ДВР-1С, которая такая квадратная. Ну, было грустно. Все на английском. Китайский есть, корейский есть, русский перевод. Это означает, что у нас международная версия глобальная. Должна управляться на английском языке. Давайте посмотрим уже, проверим, раз и полезли распаковывать. Все отлично. Все как положено. Дашкам 1С. Здесь у нас зарядка. Вообще, зарядка стоит там в районе 7 долларов одна. Микро-USB кабель. Все как положено. Все есть. Полная комплектация. Все отлично. 70 мая. Отличный магазин. Сделал отличную распродажу. Единственное, что не все товары, которые были на распродаже, доставлялись в Украину. Это один из немногих товаров, который доставлялся в Украину. Я бы по той распродаже взял бы еще насос и стартер бы взял. Но они не доставляли их в Украину, поэтому купил только вот эту камеру. Поехали дальше. Осталось у нас две посылки. Давайте начнем с вот этой черной. По этой посылке хотел рассказать, почему-то новая почта. На ней нормально нарисован мой номер телефона. Новая почта. Почему-то, ну, я увидел в трекере, где посылка, где я отслеживаю посылки. Увидел, что посылка уже меня ждет на каком-то там отделении новой почты. Я позвонил узнать, почему, где она и так далее. То есть мне сказали, да, действительно ждет вас посылка на таком-то отделении, которое отдалено от меня. И мне никто не сообщает. Я говорю, почему мне никто не сообщает. Ну, возможно, просто неправильный номер телефона был указан на посылке. Я перепроверил номер телефона правильный. То есть изначально продавец указал его правильный. Но накладная, которая была новой почтой, налеплена сверху, там уже был номер телефона неправильный. Есть накладные другие, в которых указан мой нормальный номер телефона. Почему? Почему не указать сразу? Ну, непонятно. Ну, почему хотя бы не позвонить? Непонятно. Немножко поругался с ними. И, видать, я их немножко перехвалил в предыдущих видео. Давайте посмотрим. Смотрите, порвались пакетики, высыпается все. Это специальная такая штука. Ее поджигаешь. То есть ароматизаторы, которые нужно сейчас найти пакет какой-нибудь. Не хочется высыпать это все на стол. Поджигаем благовоние специально. И можем немножко полежать, отдохнуть, поспать, помедитировать, там сделать такой 5-минутный передых себе. Дальше в пакете больше ничего нету. И давайте откроем. Я надеюсь, что, смотрите, как коробка помялась. То есть они ее запаковали в пенопласт. Но, я надеюсь, ничего не испортилось. Так. А, и внутри еще положили. Гляньте, какой набор большой. Вот еще. Я их просто набрал, чтобы потом не покупать, положить. Они разного запаха должны быть. Каждый. То есть вот это вот один запах коричневый. И я взял два набора еще других запахов. То есть именно рендомных. Чтобы определить, какой запах мне больше нравится. И можно было использовать. И давайте посмотрим самого, саму подставку. Вот так она выглядит. Немного она как в пыли. Здесь вот отверстие специально. То есть мы поджигаем эту штуку. Ставим ее на вот эту вот сюда. И из пасти дракона должен падать дым. На эту как бы гору искусственную. Которая состоит из этого дракона. Мы сейчас распакуем последнюю посылку. И уже попробуем, как это выглядит в конце видео. Посмотрим, как это будет выглядеть. Запаковано очень хорошо. Сложно даже распаковать. То есть помимо пакета еще пупырку завернули. И что это? Ага, это... Это микрофон. Недавно, два видео назад, я пробовал записать видео. И записал его, пробовал обработать звук с помощью там, ну, разных программ. И у меня получился, ну, просто отвратительный звук. И я решил все-таки, что лучше, наверное, купить микрофон. Ну, у меня есть микрофон, который я сейчас говорю. Вроде бы неплохо пишет. Но обрабатывать звук, походу, я не умею. Поэтому я решил купить получше микрофон, для того, чтобы можно было использовать его для записи роликов. И уже не мучиться с обработкой, потому что, ну, у меня не получается обработать нормально звук для видео. Итак, смотрим. Такая вот у нас картоночка. Инструкция. То есть приемник и передатчик. Но я брал, по-моему, не такую модель. Я брал для того, чтобы, ну, брал модель, которая должна подключаться к камере. Почему в инструкции такое? Ну, мы сейчас посмотрим. Я надеюсь, все-таки, что я взял то, что нужно. Питается от двух АА батареек. Это приемник. Сюда подключается наш микрофон, петличка. И можно его использовать. То есть вот этим прикрепляешь к себе куда-нибудь на тело, на штаны, на брюки. И можно использовать. Обзор отдельный будет, скорее всего, про эту штуку. Да, приемник у нас есть. Все отлично. Единственное, что он такой большой. У меня нету, наверное... А, вот есть переходник. То есть все в комплекте есть. Мы теперь можем подключить его к камере. И нужно мне еще с ним разобраться, какие тут батарейки нужны. Здесь мини пальчиковые батарейки 3А. Используется. К307 модель. То есть все то, что я именно хотел. Да, то есть это для... Специально для подключения к камере. Вот, сам микрофон. Ну, выглядит все круто, цивильно. FIFINE. Это для телефона, для подключения к телефону. Ну, круто все, круто сделано. Отдельным видео сниму про него обзор. Как получится. И, возможно, вы даже заметите улучшение качества звука. Если он действительно хорошо пишет. Я надеюсь, что все-таки хорошо пишет. И качество звука в наших видеороликах улучшится. Ну, и давайте пробовать, как будет выглядеть эта тема. И так, когда немножко прогорает сверху штука, начинает вниз падать дым. И он так красиво растекается по низу. Очень красиво получается. Крутая штука. Я тут немного ветер гоняю. Поэтому он немного ходит туда-сюда. То есть сверху идет немного дымочек. И часть дыма падает вниз. Наполняю, заполняю вот эту вот нижнюю опцию. Выглядит очень круто. И за этим можно наблюдать, как за рыбками. Классная вещь. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок. Субтитры сделал DimaTorzok